Основателя социальной сети Телеграм Павла Дурова задержали во Франции. Его подозревают в соучастии преступлений, анонимность которых обеспечивалась система шифрования мессенджера. По данным французских СМИ, Дурова объявили в розыск и выдали ордер на его арест. Всего за несколько минут до приземления в парижском аэропорту. Сегодня, как ожидается, бизнесмен предстанет перед судом для избрания меры пресечения. Продолжение темы в материале моих коллег. Павел Дуров был задержан вечером прямо на взлетной полосе аэропорта «Любрже», куда прилетел из Азербайджана на частном самолете. Бизнесмена обвиняют в отсутствии модерации контента в Телеграме и отказе сотрудничать с правоохранительными органами и, следовательно, в соучастии во множестве преступлений. Среди них незаконный оборот запрещенных веществ, терроризм, мошенничество. Сейчас 39-летний бизнесмен находится под стражей. По данным телеканала ТЭФ-1, французские спецслужбы хотят добиться доступа к зашифрованной переписке в Телеграм, связанной с преступными сообществами. Дурово грозит 20 лет тюрьмы. На фоне новостей об аресте эксперты в области кибербезопасности предупреждают о возможном всплеске активности интернет-мошенников. Отмечу, у мессенджера только в Казахстане более 12 миллионов пользователей. Как только что-то встанет, но, возможно, не до конца, тут же еще сильнее активируются мошенники и будут распространять всевозможные ссылки по другим мессенджерам. Проспонсируйте его здесь, заплатите тут, нажмите на ссылку, чтобы восстановить Телеграм, секретные источники, только у нас, и так далее, и так далее. Поэтому рост киберпреступности в ближайшие дни ожидается большой. И здесь, конечно, огромное пожелание ко всем нашим зрителям быть бдительными. Пока задержание Дурова не повлияло на работу Телеграм, однако после появления новостей об этом стало известно о резком падении курса Тонкоин – криптовалюты, используемой в экосистеме мессенджера. По данным Binance, падение составило порядка 15%. По мнению независимого эксперта в области кибербезопасности IT и маркетинга Евгения Питолина, это, в свою очередь, может привести и к экономическим потерям. Если допустить, что платформа остановится, заблокируется, то, конечно, для многих компаний, как для небольших предпринимателей, так и крупных бизнесов, исчезнет один из способов коммуникации и связи со своими сообществами клиентов, партнеров, амбассадоров, плагетов и так далее. То есть, конечно, канал коммуникации с клиентами и зачастую канал продаж исчезнет. Это раз. А второе, несомненно, исчезнет очень большая часть именно медиаресурсов в плане взаимодействия СМИ и общества. Многие люди уже давно перешли на формат Телеграма и обратно отвыкать будет крайне сложно и небыстро. Французские СМИ пишут, что Павел Дуров предстанет перед судом сегодня для избрания меры пресечения. Однако официальных заявлений пока нет. Отмечу, перед судом бизнесмен предстанет как гражданин Франции. С 2021 года он имеет паспорт этой страны, поэтому не подлежит обмену или экстрадиции.